Камарджоба! Мы находимся на винодельном Возьяне в Кахетии, Телави. Сегодня мы проведем дегустацию двух очень известных вам винь, с которыми, я уверена, каждый из вас знаком, но редко, когда вам удавалось попробовать их вместе и ощутить между ними огромную разницу. Это Алазанская долина Белая и Алазанская долина Красная. Поехали! Вино Алазанская долина, этот вид полусладкого вина, был изработан в 1977 году. Производитель выпускается как в белом варианте, так и в красном и называется в честь долины исключительно, где и собирают вручную виноград для его изготовления. Алазанская долина находится в территории Восточной Грузии, в древнем винодельском регионе страны Кахетии. Основным сортом для белого вина является Аркатитери, хотя в разных пропорциях могут уходить и другие белые сорта винограда. Напиток имеет соломенный цвет с золотистым отблеском. Так как создается из целого букета разновидностей сортов винограда, это хорошо чувствуется в его ароматах, во вкусе очень красочная и богатая. В основном оттенками полевых цветов белых ягод и фруктов, во вкусе в первую очередь чувствуется его мягкость и нежность. И несмотря на то, что в вину относятся к категории полусладких вин, у него умеренная непритерная сладость, а после вкуса долгая, оставляя в конце нотки груши, айвы других ягод и приятную сладость. Опьянение наступает неспешно, уровень крепости колеблется от 10 до 12, ну очень редко до 13 процентов и перед подачей охлаждают до температуры 12-14 градусов. Сопроводить его можно не очень жирными белыми мясными блюдами, но в основном подбирайте не очень сладкие десерты. Но лучше его пить без всякой еды, с жаркими вечерями, так как охлажденная лозанская долина белая прекрасно утоляет жажду и охлаждает организм. Для красного вина Алозанская долина в основном используется сорт винограда Сапхерари, но так же как и в случае белого его варианта, стандарты допускают использование в небольших количествах других красных сортов винограда. Красная Алозанская долина характеризуется глубоко темно-гранатовым или рубиновым оттенком с фиолетовым отблеском. Аромат у него богатый, яркий, вишневый, смородиновый и хорошо чувствуется его классическая текстура. Вкус бархатистый, легкий, сбалансированный с фруктовой свежестью, а так же с долгим послевкусием, который оставляет незабываемые нотки ежевики и других фруктов и ягод. Рекомендуется подавать напиток температурой 14-16 градусов, его можно подавать десертами, фруктами, легкими пирожными и не только. Вино также можно употреблять с мясными блюдами, но не очень жирными. Вино Алозанская долина относится к простым напиткам на каждый день. В основном идет на экспорт и входит в топ-10 самых известных и продаваемых вин из солнечной Грузии. Сегодня это вино входит в сегмент недорогой алкогольной продукции. Многим покупателям нравится вкус напитка, в основном из-за отсутствия в нем кислинки, что обычно имеется во многих винах. И на этой вкусной ноте мы заканчиваем сегодня нашу дегустацию. Все самое интересное мы оставим на потом, когда вы к нам приедете вместе, попробуем эти два замечательных грузинских вина. С вами была Майя, Тамара. Если вам понравилось наше видео, прошу вас, сделайте репост. Поставьте лайки. Пригласите друзей в нашу группу, чтобы и они узнали об этих двух винах. А мы с вами прощаемся до следующего видео. Пусть и здоровы!